В 2015 году я работал в одной компании, был наемным руководителем. Параллельно у меня были знакомые, которые приехали из Финляндии. Они парились в определенной штуке, которая вызвала бурю эмоций у них достаточно большой. Они говорили, блин, это обалденно. Я думаю, что это такое там может быть? Мы начали изучать рынок тогда, смотреть, чем можно заменить, какие аналоги есть. Вот примерно так родилась идея. А сама реализация идеи пришла где-то уже через два года, только мы порядка даже полутора-двух лет начали ее реализовывать. Ну вот такое начало было у нас. Изначально был создан бренд, это назывался «Сибирский банный чан». Почему сибирский? Потому что он находится в Новосибирске, это Сибирь. Мы понимали, что именно на этом мы будем делать акцент. То есть наша Сибирь это своего рода бренд в продвижении продукта и своего рода это определенная сила. Посмотрел на разное, скажем так, строение бизнеса в России, в рынке, да, и, в принципе, не только в России. Сформировалась определенная потребность, сформировались определенные навыки и знания, и я понял, что я готов к самостоятельному пути. Мы участвовали в конкурсе «Молодой предприниматель России». Выиграли в номинации «Производство года». Я просто пошел и начал в этом направлении действовать. Четко понимал, что у меня должно получиться при любых раскладах. Были страхи, конечно, было много страхов. Было много понимания, что а вдруг, а вдруг, что, как. Но здесь вопрос, что вы перед собой ставите. То есть вопрос, как к этому относиться. Риски были всегда, и они будут всегда. В этом и состоит смысл предпринимателя и путь его. Управление рисками и неизвестностью. Полностью был разработан ЧАН. Он перерабатывался в течение года. Он модернизировался, он видоизменялся для того, чтобы максимально люди удобно сидели и максимально получали тот нужный эффект, который они получают на термальных источниках, когда ездят другие государства. У нас на сегодняшний день 10 патентов. Мы работаем по всему миру. И два товарных знака. То есть у нас собственный бренд, который защищен государственными правами. Есть определенные правила, которые мы, в принципе, продвигаем в нашей компании. И эти правила зародились у меня, ну, наверное, лет 15 назад. Есть четкое правило. Относитесь к людям так, хотелось, чтобы относились к тебе. В первую очередь люди покупают сейчас сервис. Это обслуживание, да, это отношение человека, отношение компании к продукту, отношение компании к человеку. Я люблю то, что я занимаюсь, чем я занимаюсь. И мне, наверное, не совсем будет приятно там ни сигареты, ни алкоголь продавать, ни что-то. Это про деньги, но это немножко не про внутренний мир меня. И вот тут важно. Если вы взялись за дело, вы не должны бояться, не должны останавливаться. Вы должны четко понимать, что у вас получится верить в себя и верить в тот продукт, которым вы занимаетесь. По-другому просто не может быть. Ну, вот в целом так. Субтитры создавал DimaTorzok